На телеканале Юганск новости в студии Никита Чебыкин. Здравствуйте. Вначале коротко о главном в этом выпуске. Хочется отметить, что подобные сообщения и заявления от граждан в настоящее время участились, так как это является сезонным преступлением. Сезонные кражи в Нефтьюганске участились в случае угона велосипедов. На сегодняшний день в восьмой школе созданы практические условия. Это имеется пантусы, расширенный проем двери. Комфортная жизнь. В администрации обсудили вопросы по оказанию медицинских и образовательных услуг инвалидам. Никогда ничего не вернуть. Но однажды, отправившись в путь, можно в те же вернуться места, но вернуться назад невозможно. Выпускной 2015. Торжественный вечер прощания старшеклассников со школьной порой прошел с размахом. Уровень воды в Юганской Аби пошел на спад. Тем не менее, некоторые районы Нефтьюганска до сих пор остаются в зоне подтопления. Далее без комментариев. Замки не спасут. Сегодня утром в местное отделение МВД поступил сигнал о краже велосипеда в 15-м микрорайоне. Двухколесник похитили прямо из подъезда. Стоит отметить, что начиная с весны с подобными заявлениями к полицейским обратились 24 владельца. До сих пор нераскрытыми остаются 12 краж. В течение двух лет Василий Гордеев оставлял свой велосипед в подъезде, причем место хранения на 10 этаже и возле квартиры. Нефтьюганец даже представить не мог, что кто-нибудь обратит внимание на его непримечательный транспорт старого образца. Сегодня ночью неизвестный злоумышленник похитил велосипед. Мило всякое бывает. Просто я как-то привык уже, что подъезд спокойный и никаких таких ситуаций не возникает. В общем-то, можно сказать, расслабился. Полицейские пробовали найти вора по горячим следам. Для этого даже вызвали кинологов. Собака пыталась взять след, но тщетно. Сегодня потерпевшего допрашивают дознаватели. К работе подключили криминалиста. Несмотря на то, что примерная сумма двухколесников всего 5000 рублей, преступление все же серьезное. Именно летом число краш увеличивается в разы. Поэтому полицейские проводят ежедневные рейды и беседуют с горожанами. Хочется отметить, что подобные сообщения и заявления от граждан в настоящее время участились, так как это является сезонным преступлением. Только за вчерашний день поступило три подобных сообщения. Стражи порядка обращаются к жителям с просьбой не оставлять транспортные средства, в том числе и детские коляски на лестничных площадках. Велосипедный замок также не дает гарантии, что имущество останется в целости и сохранности. Некоторые умельцы перекусывают металлические тросики специальными инструментами. Лучшее решение, по мнению полицейских, хранить велосипед дома. Никита Чебыкин, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». Доступная среда. В администрации состоял заседание Координационного совета по делам инвалидов при главе города. На встрече обсудили вопросы оказания медицинской помощи и образовательных услуг горожанам с ограниченными возможностями здоровья. Вопросы качества и доступности оказания медицинских услуг общество Сорожилов регулярно обсуждает с представителями Нефтьюганской окружной больницы. В этом году в планах провести шесть таких бесед. Примечательно, что на все обращения врачи реагируют незамедлительно. Поэтому жалоб, как таковых, нет. В нефтьюганских школах детям с ограниченными возможностями здоровья прививают коммуникативные навыки. Для них созданы все условия, начиная от новых компьютеров до дистанционного обучения. Стоит отметить, что в городе появились новые площадки для занятий детей инвалидов. Это прогимназия сообщества и начальный блок шестой школы. Юные нефтьюганцы с нарушениями слуха и зрения занимаются в восьмой общеобразовательной. На сегодняшний день в восьмой школе созданы практические условия. Это имеется пандус, расширенный проем дверей, который позволяет колясочникам пребывать в наше образовательное учреждение. Используются пособия, шрифтом брали буквально по всем предметам учебного плана. Все у нас учителя прошли курсы повышения квалификации. Также заботятся о техническом сопровождении. В этом году получили новую звукоусиливающую аппаратуру для детей с нарушениями слуха. А в конце июня в восьмой школе появится устройство для межэтажной транспортировки учеников с особенностями здоровья. Сегодня актеры театра «Кукол. Волшебная флейта» показали спектакль в реабилитационном центре детства. Театралы в игровой форме рассказали детям о правилах дорожного движения. Подробности в нашем сюжете. Три цвета светофора – зеленый, желтый и красный – поспорили, кто из них важнее. Главные роли в этом спектакле исполняют актеры театра «Кукол». Зрители – воспитанники реабилитационного центра детства. И здесь сегодня мы всем вот этим детишкам очень хотели передать то чувство, как нужно себя вести и как переходить через дороги. Вообще должны все дети знать правила дорожного движения в 21 веке. Артисты в игровой форме рассказали ребятам, как правильно вести себя на дороге, какой цвет светофора разрешает движение по зебре, а какой нет. Также театралы познакомили юных нефтеюганцев с дорожными знаками. По дороге бегаем, прыгаем, да? Нам все равно! Как это все равно! Дети сами помогали героям выходить из трудных ситуаций на импровизированной дороге и отвечали на вопросы о правилах. Воспитанники центра остались довольны ярким и познавательным выступлением. В театр «Кукол» мне нравится ходить. Там весело! Я учила дорожное движение. Понравился мне спектакль. Очень весело было. Провели это время. Лагерь дневного пребывания на базе реабилитационного центра детства посещает 20 детей с особенностями развития. Каждый день воспитанники узнают что-то новое, в том числе и от местных актеров. Сегодня дети вновь искренне ждут новых спектаклей. А, как известно, более благодарного зрителя, чем ребёнок, просто не найти. Елена Волкова, Денис Малёв, телерадиокомпания «Юганск». Уже третья аптека от склада распахнула свои двери в Нефтьюганске, а на этот раз в 15-м микрорайоне. В день открытия всем покупателям вручили приятные подарки. Подробности в сюжете на правах рекламы. У этой аптечной сети есть несколько ярких преимуществ, среди которых гарантия подлинности лекарственных препаратов, которая достигается благодаря многоступенчатому контролю поступающих медикаментов. Ежедневные поставки из Тюмени, полное отсутствие посредников при доставке грузов позволяют устанавливать демократические цены на лекарства и сопутствующие товары. Некоторые уже успели оценить работу новой аптеки. Сервис отличный, продавцы все очень доброжелательные, цены вообще приемлемые. Здесь очень светло, красиво, удобно для посетителей вашего города. Я вообще-то приезжая. Обслуживание очень даже великолепное. Также у клиентов аптеки от склада есть возможность заказать редкие медикаменты, либо медикаменты, которых не оказалось в наличии. Заказ привезут в аптеку в кратчайшие сроки, и клиент сможет выкупить свой заказ в аптеке по цене склада. Прямое сотрудничество с производителями таблеток, высокопрофессиональные провизоры и консультанты, внимание к тому, чтобы на прилавках всегда лежали свежие товары – все это аптека от склада. Новое представительство располагается по адресу 15-й микрорайон, дом 5, помещение 4. Время работы с 8 утра до 10 вечера. Юбилейная дата. Труженица тыла Зинаида Кирилловна Даниленко отметила свое 90-летие. Сегодня именинница принимала поздравления от родных, главы Нефтьюганска и нашей съемочной группы. Вы никогда не боялись трудностей, верили в лучшее. Своим самоотверженным трудом создавали богатство и мощь страны. Желаю вам здоровья, бодрости, духа и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Зинаида Кирилловна Даниленко родилась в Самарской области. В раннем детстве переехала с семьей в Ташкент. Когда началась война, совсем еще юная студентка сельскохозяйственного техникума ухаживала за ранеными солдатами и успевала учиться, причем на отлично. Злобная фашистская орда кровью залила сады и пашни, села жгла, громила голода, в бою ходит сокол сын бесстрашный. После войны Зинаида Кирилловна трудилась бригадиром, после главным агрономом. Работала на хлопковых полях. Была настоящим передовиком производства. В те годы ее труд высоко оценил первый секретарь ЦК Узбекской ССР. Почему Шарап Рашидович всегда приезжал к нам? Потому что у нас вот такие коробочки, которые даже в Узбекистане не были. Свою любовь женщина встретила сразу после войны. Токарь Витя, в прошлом разведчик и участник боев на Курской дуге, сразу пленил ее сердце. У пары родилось трое детей. Однако это не помешало им взять под свое крыло еще четверых ребятишек. Вот они сели на диван и плачут. Тетя Зина, дядя Витя, не отдавайте нас, детдом. Что хотите, будем делать. А Виктор добрый был и говорит, а пускай живут. За 43 года успешной работы в совхозе Зинаида Кирилловна была удостоена ордена Ленина. В Нефтьюганск приехала чуть больше 30 лет назад. Сейчас воспитывает внуков и правнуков. И несмотря на почтенный возраст, в окружении любящей семьи женщины чувствуют себя по-прежнему молода. Елена Волкова, Денис Малев, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас в Нефтьюганске». И делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.